Привет, друзья! Мне очень часто пишут и просят дать какие-то знания необычные, какие-то способы, какие-то хитрости, раскрыть какие-то тайны бытия, чтобы вдруг все поменялось, чтобы жизнь стала чудесной, чтобы стало легче жить. Но, к сожалению, какое-то действительно глубокое знание невозможно в неподготовленную голову впихнуть. То есть, развитие должно происходить поэтапно. И, как я часто говорю, истина в основном лежит всегда перед нашими глазами. Мы просто ее не видим. По мере того, как мы развиваемся, мы начинаем ее видеть, понимаем, что она всегда вокруг была. То есть, вот так происходит. И большинство того, что я хочу донести людям, я понимаю, что просто нельзя это вот так рассказать, чтобы все поняли и стали так жить. Но сегодня, хорошие для вас новости, есть одна штука, очень мощный такой рычаг управления вашей жизнью, который я могу вам дать, и он будет работать, все готово, можно делать. И сейчас я вам все объясню. Но прежде, чем я приступлю к объяснению именно сути вот этого рычага мощного, который позволит вам изменить свою жизнь, я вам расскажу, как люди обычно поступают с таким знанием. Многие из вас придут в восторг. И, возможно, несколько тысяч из тех тысяч, которые просмотрят это видео, будут очень впечатлены и через три дня забудут об этом. И будут жить просто дальше. Будут также несколько людей, скажем, 15-20 человек, которые особо сильно проникнутся идеей этого видео, и даже напишут мне восторженные отзывы в соцсетях, или, ну, и в том числе в комментариях здесь под видео. Они проходят с этим знанием впечатленные неделю или две, и благополучно забудут, и будут жить дальше. И будет, ну, наверное, один человек, один, которого действительно пронзит до глубины души, и он просто пойдет и вот так вот сделает. Один человек, именно так, из тысяч. То есть речь не идет ни об одном, ни о двух процентах людей. Один из многих тысяч. И каждый, любой из вас, может быть этим человеком. И вот ты, который смотришь сейчас в экран, вот именно ты можешь быть этим человеком, который изменит свою жизнь с ног на голову. Но, как обычно, это будешь не ты. Потому что все в этой жизни возможно только, когда это происходит с другими, а не с тобой. Правильно? Это твоя логика. И ты так живешь. Поэтому просто посмотри это видео как развлечение. И жди новое. Ну, хорошо. Теперь ближе к сути. Однажды я читал одно интервью с Джимом Керри. Все знают, очень-очень классный голливудский актер, который до сих пор, по-моему, тоже без Оскара ходит, как и Леонардо Ди Каприо. Это огромная несправедливость. Ну, если я не ошибаюсь, вроде бы без Оскара. Так вот, он рассказывал в интервью, как он был совершенно бедным, никому не нужным и неинтересным молодым человеком. Но у него была голливудская мечта. Такая же, как в свое время была у Жан-Клода Ван Дамма, который оставил свой бизнес, оставил свою жену и поехал и уборщиком, и охранником где угодно работал, чтобы стать голливудской звездой, чтобы пробиться. Вот Джим Керри тоже был никому не нужен. И он, я не помню, там он работал, по-моему, пока пытался куда-то пробиться на какие-то кинопробы. И он с двумя пересадками на трех автобусах ехал домой, очень куда-то вообще далеко за окраину Лос-Анджелеса, ну, Голливуд, Лос-Анджелес, да, понимаете. И там он сидел на остановке, ну вот якобы, он так рассказал, так было написано в интервью в одном популярном журнале, что вот он сидел на остановке, ему домой идти не хотелось, потому что он снимал комнату там у какой-то там, ну, просто у кого-то, у бабушки, да, какой-то, снимал комнату, где тоже он не был никому нужен, он был одинок, и он сидел на остановке и повторял, я буду миллионером, я должен стать миллионером, я буду миллионером, я буду великим актером. И он это повторял, повторял, повторял. В те дни, когда ему было особенно трудно, он вообще домой идти не хотелось, он сидел уже голодный и повторял это до отупения, пока у него зеленые круги перед глазами не начинали идти. И журналист у него спросил, скажите, а правда, что вы написали, нарисовали сами себе чек на 10 миллионов долларов за роль в кино? Ну там не в смысле нарисовали с нуля, ну выписали на бланке чек, что типа вам 10 миллионов долларов за роль, это правда? И он ответил, да, это правда, я сделал такой чек, хранил его, смотрел на него, верил. И журналист спрашивает, что же было дальше, чем это закончилась история с чеком? И Джим Керри ответил, когда мне на самом деле выписали чек на 10 миллионов долларов за роль в кино, то на этом настоящем чеке дата стояла реальная на полгода раньше, чем на моем выдуманном чеке, который я использовал как ориентир для достижения цели. На полгода, моя мечта, говорит, сбылась раньше. Так вот, смотрите, Джим Керри просто повторял себе, я должен стать миллионером, я должен стать миллионером, я должен стать миллионером. И он не понимал каких-то там механизмов, как это должно сработать, но он повторял себе, он себя настраивал. И сейчас я вам объясню, как это работает, и вы сможете это применить в отношении чего угодно в своей жизни. Вот что угодно. Значит, смотрите, как все происходит. Давайте отправимся в небольшой экскурс в гипноз. Есть замечательная книга о гипнозе, автора зовут Тед Джеймс. Я не помню точно, как она называется, по-моему, просто гипноз было, да и все. Он там рассказывает, там, история возникновения гипноза, там, какой сначала был, там, авторитарный метод, потом метод Милтона Эриксона. Это все, ну, для меня было ужасно интересно. И там приводится общая концепция работы с подсознанием. Там объясняется образным примером, что такое сознание и что такое подсознание. Представляется это в виде двух братьев. Сознание – это старший брат. Он умный, он тертый калач, он знает, как жизнь устроена, он не верит в небылицы, он понимает, что какие-то сказки – это чушь, есть все только вот так, все квадратно-гнездовое. И есть у него младший брат. Младший брат отличается тем, что он всемогущ, он всесилен, как золотая рыбка. Он может просто все по своему желанию. Он щелк пальцами, просто появляются целые картины, пейзажи, все меняется, перестраивается вокруг, все что угодно. И этот младший брат, такой там двухлетний, он абсолютно доверчив. Он верит всему, что скажешь. Начинаешь говорить о какой-то вещи, он эту вещь воссоздает рядом или вокруг. Просишь его что-то, он просто делает. Он делает, делает, ну и он всемогущ. Поэтому старший брат, он знает это свойство своего младшего брата и он всячески его оберегает. Он знает, что если злоумышленник доберется до младшего брата, он ему скажет, а ну там ограбь для меня банк. И младший брат вот так раз, да, и как бы все. То есть можно натворить бед таким образом. И он защищает, он никого не подпускает. Он вот так держит за спиной младшего брата и говорит, так, общаться только со мной, только со мной. Стоять, стоять, никого не подпускает. И все, получается, если вы принесли какую-то информацию, вы хотите эту информацию донести до младшего брата. Вас встречает грозный и сильный старший брат и говорит, общаться только со мной. И вы ему говорите, я хотел бы себе там замок где-то на побережье. На каком-то райском побережье, там, я не знаю, на Лазурном берегу, там, в районе Монако, там, где-то там, во Франции, в общем, на Средиземном море. Старший брат говорит, окей, я понимаю, все хотят, все, иди отсюда. И все, пожимает плечами, для него это обыденность. Он дальше, ну, как бы живет себе, да. Приходит еще один, говорит, а я хотел бы быть там, ну, тоже очень богатым, да. Или там, я хотел бы быть знаменитым певцом. И старший брат говорит, окей, тебя тоже понимаю, ну, многие хотят, все, иди, ты неинтересен. Но как донести эту информацию, ну, есть специальные техники гипнотические, да. Но если вы не умеете, вы не владеете гипнозом, как достучаться до своего подсознания. Либо, как сейчас более современный термин, бессознательное. В терминологии, как бы, не суть, да, кроется, вы понимаете. Вот представьте себе, что кто-то насел на старшего брата, и с расстояния, да, так, что его побить нельзя, он начинает твердить ему, купи слона, купи слона, купи слона, купи слона, купи слона. И старший брат говорит, слушай, заколебал, иди отсюда, иди, иди, не хочу я покупать твоего слона. Он, все говорят, не хочу покупать твоего слона, а ты купи слона, купи слона, купи слона, купи слона. И так продолжается целый день. Старший брат уже с лицом Тони Старка, да, вот так вот, глаза к небу, он уже не знает, что делать, он там просто пытается отогнать этого человека, а он на расстоянии держится, отбегает опять, купи слона, купи слона. Получается, вот эта информация входящая постоянно долбит старшего брата, долбит сознание. И он переполняется всем этим, он ходит уже, ему уже, и он глаза закрывает, а ему снится этот слон, которого надо купить, он весь такой в раздражении, купи слона, купи слона, да что такое. И младший брат начинает это замечать. То есть старший брат, у него и в мыслях нет передавать ему непосредственно там, что ему кто говорит, он же оберегает специально. Но младший брат спрашивает у старшего, слушай, а что с тобой случилось, что происходит? И старший, будучи переполнен этим сверху донизу, он говорит младшему, да вот какой-то придурок там, блин, задолбал уже, говорит, купи слона. И младший, он же не умеет критично воспринимать информацию. Он что слышит, то и как бы воссоздает вокруг. Он как бы слышит, что ага, там говорят, купи слона. Он такой раз, как бы хоп, рядом слон, все, купил слона. Понимаете? То есть это вот было на образном примере, да? Как это действует вот именно на уровне психики. Получается, когда вы перегружаете какой-то информацией свое сознание, оно как бы начинает делиться уже. Это информация, даже трансформированная, то есть вы можете там словами о чем-то говорить, оно уже в образы превращается. И образами начинает проникать в подсознание. Потому что, как я говорю во всех видео, подсознание воспринимает язык в основном ощущений, образов и эмоций. Вот это тот язык, на котором разговаривает подсознание. То есть все, оно уже любыми способами опосредованными проникает в подсознание. И оно просто делает. Теперь вопрос, а как оно делает? Как оно богатым меня сделает, да? Ну то есть подсознание, ладно, оно управляет моим организмом. Рефлексами управляет, да? Ну там памятью, допустим, вниманием, да? Хорошо. Ну а богатым ведь это же что-то снаружи от меня. Еще один составной кусочек этого знания. Значит, у вас внутри головы есть центр распределения энергии. Как я уже говорил, мозг стремится направить вас по пути наименьшего сопротивления. Твержу это всегда, постоянно. Потому что, если вы будете затрачивать лишнюю энергию, вы раньше состаритесь, умрете. Это угроза вашему существованию. Поэтому у вас есть некая приоритетность. Если вы хотите кушать, вы сильно голодны, вы не хотите отправиться на прогулку в парк. Вам скажут, идем в парк. Нет, я голоден, я хочу кушать, я не хочу ни в какой парк. Вам будут настаивать там, вы будете раздражаться, вы никуда не хотите идти. Но если вам дадут денег и скажут, иди купи что-нибудь покушать в магазине, который в два раза дальше, чем в парк, ведь согласитесь, вы не хотели ходить ногами никуда. Вы не хотели никуда идти, но вы с радостью быстро оденетесь и пойдете в тот магазин. Это именно яркое свидетельство того, как работает вот этот скрытый экскаваторщик, который там за рычаги дергает у вас в голове, направляет вас. Он смотрит по мере надобности проблемы. Вот сейчас приоритетно кушать. Гулять не хочу, ходить ногами не хочу, на мороз выходить не хочу. Но вот есть деньги, они приближают меня к еде. И вот есть маршрут в два раза дальше, чем в парк, но там еда. И вы выходите, и вы идете, прямо стремитесь, прямо сильно, прямо идете, прямо быстрее хочется, спешите, прямо задыхайтесь, бежать можете. Лишь бы прийти купить еду, да. Если же там все нормально, вы сыты, и вы там отдыхаете вообще где-то там на курорте, вам все хорошо. И там вам говорят, ну не знаю, вот у вас, допустим, ну вы вообще сюда приехали отдыхать, да, загорать под солнцем. Но у вас сожжена кожа, вы перезагорали, да. И вам говорят там, поехали на какую-то экскурсию. Вы говорите, не хочу, мне больно, у меня все болит, мне надо отлеживаться, мне там надо намазаться каким-нибудь кремушком, и чтобы кто-то мне еще вот так дул на спинку, это есть приоритетность, боль ее надо заглушить, да. А как же, но ведь дни проходят очень дорого, очень дорого то, что мы здесь заплатили, это же ты что. Ведь в других обстоятельствах вас очень сильно задавит жаба, что вы 5000 долларов выкинули, чтобы на Мальдивах провести недельку, да. И как бы вы тратите это время зря, но вот у вас болит кожа на спине, все, для вас это выше приоритетность. Пусть деньги зря проходят, но я не могу пойти и загорать, не могу на экскурсию поехать, чтобы одежда по сожженной коже там терла, не могу. То есть, я думаю, да, уже, ну ясно, да, очевидно, твердо объяснил. Все распределяется. Так вот, ваш центр, вот этот, который распределяет приоритетность, иногда у него попадаются такие вещи, ну вот скажем так, у вас приоритетность это расписано, ваша собственная. То есть, в первую очередь вам там надо кушать, во вторую очередь вам надо быть одетым, в третью очередь, там, я не знаю, вам надо чувствовать себя в безопасности, а вот дальше уже начинается. Какое-нибудь там одобрение родителей, какое-нибудь там приятное там времяпрепровождение там по выходным, там, еще что-нибудь, знаете, то есть и у каждого это по-разному. У кого-то одобрение родителей на первом месте, а у кого-то у колодца героином на первом месте, понимаете? У каждого у вас своя система иерархии. Так вот, когда Джим Керри сидит на остановке и говорит себе, я должен быть богатым, я должен быть богатым, я должен быть богатым, я должен быть богатым, я миллионер, я миллионер, я миллионер. Что он делает? Он, получается, перегружает свое сознание, из него информация в каких-то таких образных уже понятиях, трансформированная, поступает в подсознание. И в подсознании оно ведь всемогущее, и оно воздействует непосредственно на центр распределения энергии. Вернее, каким образом? Неправильно, не непосредственно, а посредованно. То есть оно меняет шкалу приоритетности. То есть ваш экскаваторщик в голове, который сидит и за рычаги дергает, у него есть предписание от прораба, у него есть план работ выполняемых. И в порядке старшинства, рядом с ним висит список на стене, вот в его будке экскаваторной, висит список, написано это в первую очередь, это уже потом, это уже потом. А вот это в самом низу, это только в том случае, если тут вообще все классно, можешь тогда вот этим позаниматься. И он вот так смотрит на это, и окей. Когда вы прогружаете свое уже подсознание вот этой информацией, там я должен быть богатым, я должен быть богатым. Получается, приходит прораб и перевешивает листок, он просто какие-то пункты зачеркивает, какие-то вместо них записывает. Что теперь приоритетнее быть там богатым. Теперь смотрите, вам нужно узнать что-то о деньгах. И я вам предложу, пойдите там в библиотеку, возьмите книгу. Вы захотите немедленно побежать в библиотеку, взять книгу? Да вы будете себя чувствовать точно так же, как будто вы голодны, а я вам предлагаю пойти в парк прогуляться. То есть, понятно, что это способ, но не хочется. Соответственно, если вам нужно через этот способ пройти, информацию получить, это будет через силу. Через очень так... А представляете, ну как вы будете учиться вот через силу? Не зайдет в вас информация. Я думаю, вы понимаете, да, в школе на неприятном предмете, на неинтересном вы сидите или в институте, да, в университете. И, ну что это, ну нет, не хочу. Вот. Теперь смотрите, что получается. Вы прогрузили, приоритетность поменяли. И ваш экскаваторщик смотрит так, как только сыт, как только одет, а то и еды даже нету, еще голодный. Вместо того, чтобы покушать, да, приоритетность вообще зашкаливает. То есть нужно не быть истощенным от голода, но не обязательно быть сытым. Вторая приоритетность идет, стремиться к богатству любыми способами. И только на пятом месте идет там уже быть именно сытым и расслабленным, да. То есть так, я не умираю от голода, я не истощен, хотя немножко худею, там весы сбрасываю, да. Но второе стремление сразу быть богатым. Окей. И ваше подсознание спокойно, нормально, то есть видит этот список. Вот этот центр распределения энергии выделяет энергию на то, что вам нужно. То есть вы, вот сейчас вдумайтесь, когда вам предлагают пойти куда-то и поучиться чему-то, вам дают способ, вы не чувствуете облом. Вот это чувство, да, которое разговорно все назовут, ой, мне облом. Вы его не чувствуете. И вы не понимаете, что же такого волшебного происходит с вашей жизнью. Вы вообще не знаете, что такого происходит с вашей жизнью. Просто получается, вот один человек, вы можете пойти туда и учиться, а второй скажет, о, я не хочу, о, это неизвестно. Привожу пример из своей жизни. Я лично ходил, я не помню сколько лет, мне было там 19 допустим. Я ходил в читальный зал библиотеки, брал новые там современные какие-то учебники и сидел, изучал историю экономики, там золотой стандарт, отказ от золотого стандарта, взаимодействие валют, историю валют. Тут, значит, какие-то факторы, там, сельское хозяйство, промышленность, значит, построение, там, предприятия, там, все такое, налоги, там, все такое, как формируется, там, прибыль, как, я не знаю, как происходит налоговое списание, там, и так далее. Экономика. Мне было нужно, и нигде не учился, ни в каком вузе. У меня приоритетность была. Я не знал, какой точно вот результат это даст, но я знал, что мне нужно повышать любыми способами свою образованность в этом плане, чтобы прийти к успеху. И этот успех ни разу не гарантирован, но я знал, что мне нужно. У меня приоритетность вот в этой экскаваторной будке, на этом листике была пиковая, понимаете? Я сидел, там нужно было платить какую-то мелочь за износ новых книг, там, книги, получается, после какого-то года выпуска, они считаются новыми, им за амортизацию надо платить какие-то копейки. Вот, и я сидел, платил эти копейки, сидел, их на вынос нельзя, в читальном зале сидел, читал. Другой человек скажет, ой, не знаю, второй пример из моей жизни. Я работал в сфере торговли, и рядом со мной работал другой человек. Мы с ним были в очень хороших отношениях, дружили, он меня многому научил из своего опыта. И я также стремился к познанию. И я узнал, что есть какие-то курсы, где учат вроде как какому-то тоже построению, там, какой-то бизнес-модели, там, еще чего-то. Они платные, но по хитрой схеме. То есть, вы проходите, там идет чередой семинаров. Вы прослушиваете семинар, потом, если вам понравилось, вы платите за него, ну, там, немного денег. Ну, вот, там, как сейчас, допустим, там, 300 рублей. Вот, там, 300 рублей, да. Платите за него в конце, если понравилось. Если вы за него заплатили, вас заносят в список, и вы имеете право прийти на следующий семинар. То есть, там уже по спискам принимают, кто платил за предыдущий. То есть, только после оплаты. Я посчитал, что это очень круто. Ну, что можно посмотреть сначала информацию, да, а потом, если понравилось, заплатить. Класс. И я сказал ему, другу своему, Юра, пойдем, очень классно. Он сказал, ой, не знаю, сетевой маркетинг, наверное, какой-то, там, бла-бла-бла, тра-та-та. Я сходил на 6 занятий, 6. И я вот так вот платил. Сходил на первое, сходил на второе. Рассказывали очень интересные вещи. Я действительно много узнал, там, про формирование спроса на товар, про маркетинг. Я много узнал, там, про, ну, я не знаю, там, не буду сейчас в подробности вдаваться, но я сидел, мне было интересно. Я, у меня не было лишних денег, я бы не платил их просто так. Мне было интересно. Я познавал, я впитывал про манипуляции, там, ну, со знанием потребителя. И я узнал, там, некоторые полезные вещи. Все это было круто. И уже на 6 занятии я понял, что такие клонят теперь в сетевой маркетинг. Что это такая методика, схема, что людей уже приучили, что это интересно, круто, и я уже привык деньги за это отдавать, и уже жалко потраченного. А теперь давайте-ка займемся конкретным сетевым маркетингом, где будем конкретный товар продавать. И этот товар не показался мне интересным, но я с чувством глубокого удовлетворения просто не заплатил за 6 семинар. Ведь все же справедливо, первые 5 мне нравились, я платил за 6, мне, ну, как бы не понравился 6, я за него не заплатил. Вернулся и сказал этому другу, Юра, говорю, таки да, это сетевой маркетинг. И он говорит, ну вот, видишь, я же говорил, я ему сказал, но я на 5 семинарах научился очень полезным вещам, которые, я уверен, что помогут мне в будущем. И да, на сегодняшний день очень помогли. Ты же, говорю, не захотел, не пошел, не услышал и не узнал. И знаешь, говорю, в чем между нами разница? Мы оба вроде бы одинаково любим деньги, но я готов 10 раз обжечься, чтобы на 11 раз наконец-то ухватить удачу за хвост. А ты готов 10 раз счастливую возможность какую-то пропустить мимо себя, потому что есть вероятность, что ты можешь обжечься. То есть я готов принять информацию, но только если меня оближут и гарантируют, что я не обожгусь. А кому ты нужен, спрашивается. Кому ты нужен? И этот вопрос я и вам переадресовываю. Подумайте, кому это вы так нужны, чтобы вас прямо облизать, прямо чтобы вам дать информацию, где никакой придирки, прямо ничего. Вот вы кому так нужны? Вот лично вы, чтобы к вам пришли домой и прямо вот, прямо вот аж под вас подстроились, аж прогнулись, аж, а если вам не по настроению, чтобы извинялись и отбегали. И все это бесплатно, еще и чаем, кофе вас. Так не работает. Так вот, я привел два таких примера из своей жизни. Получается, когда вот вы себя настроили, да, например, быть богатым, очень сильно, эта приоритетность у вас пиковая. И когда малейшая возможность вокруг вас появляется, которую вы расцениваете, как такую, которая может приблизить вас к богатству, у вас срабатывает невидимое и неощущаемое вами волшебство. Вам становится не облом пойти и заниматься этим, интересоваться этим. Вас зовут в какой-то сетевой маркетинг и обещают, что вам там порассказывают какие-то крутые методики. Окей, вы идете в сетевой маркетинг, вы обучаетесь, потом вам предлагают заниматься какой-то хренью, вы ею не занимаетесь, а информацию вы получили, пользу получили. У вас есть возможность познакомиться с каким-то интересным человеком и, ну, с каким-то человеком, который успешнее вас. И, возможно, узнать от него что-нибудь. Где-то провести с ним время в ресторане, посидеть, пообщаться о чем-то деловом. Вы просто идете и вы угощаете его. Вы тратите немного денег, чтобы получить великую какую-то возможность в своей жизни. Хорошо, вам попадается в руки какая-то непонятная книга о чем-то связанном с деньгами. Вам не облом. Вы берете, открываете и начинаете ее читать, потому что экскаваторщик сидит в вашей голове, да, у него список от прораба приоритетности, это на пиковом уровне. Вы не замечаете, не ощущаете этого волшебства, но ваша энергия выделяется туда и вы легко, с легким сердцем идете и занимаетесь. И вы потом не понимаете, почему ваш сосед по общежитию, почему ваша жена, почему ваши коллеги не хотят этого знать, понимать, думать. Потому что у них приоритетность другая. У них идет потребление, потребление, потребление. Обучение на последнем месте, а в богатство они не верят. Они думают, что богаты это те, кто у всех все украли, богатым быть невозможно. Этого нет у них в списке. Вообще нет. Поэтому под такое их вот этот распределительный центр не выделит энергию. Поэтому им облом. И они начинают просто отмазываться, почему это неправда, почему так не получится. А почему отмазываются? Потому что в этом списке есть такой пункт довольно высокой приоритетности, что ты должен выглядеть перед людьми красиво. Поэтому ты должен как-то обосновать свои поступки. Должен объяснить, что ты не ленивое дно, а есть просто такие важные причины, почему ты этим не интересуешься. То есть это приоритетность высокая. То есть объяснил? Нет, нет, я не ленивое дно. Просто, скорее всего, это неправда. Скорее всего, это не работает. Оп, выполнил пунктик. То есть я не дно перед людьми, как бы выгляжу более-менее нормально, отмазался. О, хорошо, что там у нас теперь? А, просмотр кино, пиво, попкорн и с девушкой переспать. Вот следующая там приоритетность идет после этого. Так вот, ребят, я приводил примеры про богатство. Но так можно делать с чем угодно. То есть я не знаю, вы хотите помириться с каким-то человеком, но пока не можете его простить. Скажем, он для вас важен в жизни, очень важен. Вы знаете, что не можете совсем разорвать с ним свою жизнь, разорвать, чтобы его не было в вашей жизни. Но он сделал что-то, что вас ранит. Или там, ну не знаю, не можете к какому-то согласию прийти. Вы просто садитесь и накручиваете себя. Прямо говорите, записываете на бумажке. Я не знаю, если это желание какое-то, которое можно образами, то делайте доску визуализации, фотографируйте, распечатывайте. На рабочий стол, на компьютер себе поставьте. И говорите себе, я должен найти способ с ним помириться. Я должен найти способ себе помириться. Я должен найти способ. Вы перегружаете свое сознание. Это проникает постепенно в ваше подсознание. Подсознание идет, меняет список приоритетности. И ваш распределительный центр выделяет энергию. И вы легко теперь пойдете на примирение с этим человеком. Ну просто сам процесс изменений, он займет несколько дней, например. Кстати, когда я в 17 лет подготавливался к поступлению в один интересный вуз, мне нужно было физические данные свои поднять. Я бегал. Я бегал по лесу 4 километра каждый день. Мне было очень трудно, я бегал, еле волочился. Но я открыл книгу Вадима Шлахтера «Человек-оружие». И там были написаны вот эти методики самовнушения, самосугестии. Где вот это вот внушаешь сам себе, накручиваешь, накручиваешь, накручиваешь. Там не было объяснено так подробно, как я сейчас вам рассказываю. Но там было написано, что так работает. И я стал себе внушать, что я создан для того, чтобы бежать, что мое нормальное состояние. Вообще, я себе внушил установку, два дня внушал. Вот сидел и твердил вот так с закрытыми глазами, вот так раскачиваясь, что для меня нормальное состояние не сидеть, не лежать, не стоять, не ходить, а именно бежать. Когда я бегу, я являюсь самим собой, я являюсь нормальным. И вот через два дня, то есть сразу как бы ничего не пошло. Там через пять минут я выбежал, там, да, стал бежать. На следующий день еще ничего. А вот на, как бы, ну, через два дня я снова бежал. И пробежав два километра, я развернулся, там по дороге бежал два километра, и обратно два километра. И я вдруг понял, вдруг, вот я почувствовал, что я волочусь, как черепаха, и что мне просто по времени лень так долго бежать эти два километра до того финиша. И как вообще, что это, что это со мной происходит? Прямо, знаете, такое глубинное такое, до вот, я не знаю, до мозга костей, вот до глубины всех тканей. Я просто почувствовал, что такое, почему я так медленно, почему я так тащусь все время? И я просто побежал так, как я не бежал никогда. Вот кто смотрел Фореста Гампа, ну, фильм Форест Гамп, сейчас улыбнулся. Я побежал эти два километра, я просто в легкую, никакой отдышки, ничего. И последняя там черта, которая для меня отметкой была, что я прибежал, я ее просто пролетел, еще ускорение в конце сделал, просто пролетел и долго еще, как бы, вот много шагов потратил, чтобы затормозить. Я почувствовал совершенно другое состояние. А теперь вы понимаете, как вы читаете Мирзакарима Нарбекова про то, как улучшить зрение. И я вам говорил в одном старом видео, как я улучшил свое зрение без проблем. Читал две строчки, там, правым глазом. Два месяца ленивых занятий, там, самовнушения, там, и слегка, там, каких-то, там, упражнений, с таких легеньких, нерегулярно изредка. Вот, и с 0,2 до 0,9 поднял, стал 9 строчек читать. Понимаете? С двух строчек до 9 строчек, вот в этой таблице у окулиста. Вот так это все работает. Давайте еще какие-то примеры. Если вы хотите, ну, там, что вы хотите? Если вы хотите быть здоровым, например, у вас там болят, там, стопы или колени, или, там, локтевой сустав, вы ходите и говорите себе, я здоров, у меня здоровая рука. Но нельзя говорить, там, негативными образами. То есть у меня, там, не болит, у меня нет адской боли, там, в локтевом суставе. Потому что подсознание, оно не умеет критично воспринимать, оно не понимает, что такое «не». Оно слышит слова «адская боль», и оно думает про адскую боль. Нет, 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 думаете, у меня все хорошо, у меня приятные ощущения, здесь я спокоен, как бы у меня все классно, я здоров. И вы просто вот нагружаете, нагружаете свое сознание, все это переходит в подсознание. Ну, здесь уже не надо на внешние, да, события воздействовать. Здесь подсознание уже не идет в центр распределения энергии, не меняет ему, не подменяет список приоритетности. Здесь оно уже непосредственно влияет на процессы, перенаправляет там лучшее кровообращение, здесь делает там лучший обмен веществ, там, и все это быстренько-быстренько заживает, вспоминает там генетическую модель, как здесь должно быть устроено, и быстренько ваш локтевой сустав перестраивает, как он должен выглядеть, как он должен быть внутри устроен. Ребят, в принципе, все понятно уже, да? То есть итог какой? Если вам чего-то нужно достичь, вы просто берете тупо, даже вот вы мозгом понимаете, что это просто трюк, просто уловка, но это работает. Вы просто берете и нагружаете свой мозг. Я там хочу быть там выше на 2 сантиметра. Я такой весь тянусь прямо, я такой прямо вот, я высокий, я такой весь ходите по улице, прямо чувствуете, как вы тянетесь, такой ух, все там. Проходит год, вы выше на 2 сантиметра. Конечно, чем старше человек, тем это уже труднее, но чем вы моложе, тем вот так работает. А в основном там меня смотрят молодые люди, ну так что классно, старайтесь. То есть если там внешние какие-то обстоятельства, вообще не важно. То есть я хочу там выиграть этот танцевальный конкурс, я хочу быть там вот лучшим там танцором, танцовщицей там, да? Ну как вот именно в плане в спортивном, там художественном, да? Вот именно в стране вообще или в мире. Говорите себе, я хочу быть олимпийским чемпионом по биатлону, я чемпион по биатлону, я чемпион, моя рука никогда не дрогнет, я лучше всего там держу ружье, там как вкопанное вообще ружье держу, как бы я не бегал, как бы там у меня, там я не знаю, как бы я не устал, мои руки как вкопанные, там как камень вообще. Вы себе это повторяйте, 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 все получается. Я хочу крутых связей, я хочу вращаться там в высших кругах, там все. Накручивайте, накручивайте, накручивайте. Ваша нервная система максимально потом воспринимает любую информацию, которая приблизит вас к цели. Потому что если вы хотите быть супер-пуперским биатлонистом, то внутренняя работа над организмом это понятно, но вы будете как бы воспринимать, везде видеть и всю сопутствующую информацию, которую вам нужно знать. И вы будете воспринимать информацию, кто где лучше тренер, по каким где методикам заниматься. Вы не будете слепы, вы будете теперь все это видеть. И как только вы будете видеть какой-то краешек, какую-то ворсиночку, какую-то ниточку. Центр распределения энергии в вашей голове, экскаваторщик, смотрит на список, видит, что это пиковая приоритетность. И он говорит, все, вот там ниточка какая-то, тяни за нее. Вытянул, вытянул, вытянул. Нет, информация оказалась ненужной, там не очень такой. Вот, ладно, но все равно ошибки нет. Нужно тянуть за такие ниточки. Пиковая приоритетность. В следующий раз какая-то ниточка, что-то, что будет вам полезно. Опять-таки, вы не в обломе. Вы воодушевленно, все, хватаете, тянете, тянете, тянете. Раз, там конфетка в конце. И есть, сюрприз, выиграли в лотерею. Круто. И вот так вы всего достигнете. Ребят, этот механизм тупо работает. Вы можете загружать в себя цели, которые находятся внутри вашего организма. Ну, то есть, не обязательно это здоровье. Потому что танцевать круто, это там тоже растяжка, там координация, там все такое, вестибулярный аппарат. Это все, ну, как бы это все внутри нашего организма, да, как бы цели находятся. Но и внешние цели, социальные, какие-то финансовые цели, какие-то там еще, я не знаю, какие. Все работает. Загружаете в себя, приоритетность меняется. И когда есть возможность приблизиться к этому, стать на новую ступеньку, выше, быстрее, вы это делаете с легким сердцем и не понимаете. А вернее, после этого видео уже будете понимать, почему ваш сосед не может так же. И вы его уговариваете, пожалуйста, давай, это же круто. А он нет, 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 нет. У него другой список приоритетности. Изменяйте вот этот свой список, обманывайте вот этого экскаваторщика, который сидит в центре распределения энергии в вашей голове. Ребят, и вы просто все сможете в своей жизни и добьетесь всего. Вот то, что я хотел вам сказать, а теперь пошел розыгрыш. Как я сказал, один всего лишь человек из тех тысяч, которые это просмотрят, реально применит это и через время отчитается, что вау, я изменил свою жизнь. Постарайтесь узнать, кто из вас будет этим человеком. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok